Мяские умельцы соорудили передвижную баню. Основой для нее стал обычный армейский грузовик ГАЗ-66. В нем установили печку и отделали салон деревом. Теперь в баню можно не только пойти, но и поехать на ней, например, в лес. Теперь любимое времяпрепровождение станет для многих граждан еще доступнее. Парилку на колесах оценила наша съемочная группа. С легким паром и на колесах. Набор функций этого изначально армейского грузовика расширен и усовершенствован. В этой машине в стандартную комплектацию входит еще и березовый или дубовый веник, пара тазиков и войлочные шапки. Идею такого тюнинга владельцу автомобиля Алексею подсказали друзья во время очередного похода в баню. Так и пошло-поехало. Ну, начали изучать сначала как бы литературу некоторую, потом поставили на нее каркас полностью. И начали обшивать снутри, утеплять, обшивать. И добавочные уже разработки. Ну, баки надо было отдельно варить разные по нее. Нужно было электрику правильно провести, чтобы все было автоматизировано. ГАЗ-66 апгрейд прошел всего за месяц. Теперь эта машина не только транспорт, но еще и настоящая русская баня. Сбоку печка, под фургоном баки с водой, зато внутри вполне домашняя обстановка и комнатная температура. Тогда как на улице минус 10 и метель в этом помещении вполне приемлемая для того, чтобы принимать водные процедуры, температура. Температура в парилке достигает привычных для бани 120 градусов. Все это благодаря продуманной инженерной системе. Пока, заходя в фургон, у посетителей возникают противоречивые впечатления. Люди просто не знают, как в баню. Удивляются очень сильно, когда людей запускаешь, они смотрят так, теряются иногда. По словам изобретателей, приехать баня может куда угодно, хоть в глухую тайгу, хоть на центральную площадь города. После водных процедур по желанию можно отведать шашлык, воспользоваться другими услугами для организации выездного мероприятия или корпоративного отдыха. Вызвать баню на колесах можно по телефону, который вы видите сейчас на своих экранах. Игорь Каблуков, Юрий Карпов, программа 24 МИАС.